Одному из старейших микрорайонов Наринмара поселку Сахалин. Исполнилось 92 года. История названия и точная дата образования района канули в лету. А вот добрые воспоминания о трудовых буднях и дружных соседях остались в памяти сторожу. Подробнее расскажет Екатерина Дементьева. Агафья Данилова вместе с родителями переехала из республики Коми в Ненинский округ, когда ей было 13 лет. Вся семья трудилась на Печорском лесозаводе, потому и поселились в новом районе вблизи предприятия. Дети росли и тоже подрабатывали рубщиками на сплаве. Дружно жили все, все коровки мели, каждый человек какая-то скотина была. Знаю, что садили тоже картошку, это все огородости накосили, и все успевали, делали, семьи большие были. Скандалов никаких не было, драк тоже не было. Все вместе справляли праздники, вели хозяйство, создавали семьи. После закрытия городообразующего предприятия многие разъехались кто куда. Народ-то этим и жил. Может и сейчас бы жил, вот бы мы с семьей работали. Там династии, родители, дети все тут работали. Также рыбокаменат был, с семьей все работали. Точные даты дня основания Сахалина никто толком не знает. По переписи 1926 года первоначально он значился поселком лесозавода. В нем насчитывалось 24 двора. В 30-е годы его стали называть Сахалин. Почему, неизвестно. Скорее всего, окруженный водой берег напоминал остров на Дальнем Востоке. Люди жили в землянках. Люди строили каркасные дома. Каркасные – это два ряда досок, и между ними засыпаются опилком. Это, конечно, делали времянки, но оказалось, что это постоянно. У нас сейчас в поселке есть каркасные дома. Стоят они, стоят они, они на землю встали, и ничего им не делается. Одному из старейших до сих пор жилых домов уже порядка 90 лет. В период сильного половодия дом подтапливает. Из-за этого основания подгнили, подогнулись, но жильцы остались преданы своим родным стенам. Сейчас в поселке 115 дворов, в которых проживает порядка 150 человек всех возрастов. Далеко не все строения выглядят свежими, но жизнь в поселке продолжается. Проводятся праздники, благоустраивается территория. Все это потому, что живут здесь активные и преданные своим корням люди. Екатерина Дементьева, Антон Водряков, Телеканал Север.